Всем привет, а в этом видео покажу как брать данные пользователя с сайта html используя javascript. Заходим в Visual Studio Code, создаем папку, в которой будут лежать все наши файлы. Создаем два файла с расширениями html и javascript. И давайте сначала напишем наш сайт. Пишем восклицательный знак, вот у нас появляется основа нашего сайта. Здесь сразу пропишем скрипт, точнее пропишем путь к нашему javascript файлу. Здесь вот в баде пишем поле для ввода, кнопку пишем и h1, то есть заголовок, в котором будет отображаться то, что вводит пользователь. Пишем input, здесь так и оставляем type text, только давайте сразу пропишем функцию, которая будет работать при касании. Пишем unclick и внутри тоже напишем клик, не забываем скобки. Пониже пишем кнопку, то есть button, здесь пишем клик. Ой, мы должны были написать unclick наоборот в кнопку, потому что наша функция будет запускаться именно тогда, когда пользователь будет нажимать на кнопку. И чуть ниже пишем h1, здесь напишем your text, ваш текст. Также пропишем id и внутри id мы напишем просто текст. А, ну и здесь мы также забыли id. Напишем здесь user text. Мы должны прописать id для двух наших объектов, потому что мы будем обращаться к этим двум объектам в файле javascript. Именно через id их. Итак, вот мы написали, в принципе, наш сайт. В этом переходе в main.js. И здесь сначала мы должны создать переменные. Сначала напишем input, то есть то, что будет вводить наш пользователь. Здесь пишем user text. User text. User text. Мы пока просто объявляем переменные. Мы напишем их значение уже, когда будем писать функцию, которая будет работать при касании. Здесь пишем... Давайте здесь напишем id text1, потому что все-таки текст сам по себе это служебное слово. Пишем text1. Готово теперь. Давайте пропишем функцию. Функция у меня называется click. Готово. Пишем скобки. И здесь давайте пересвоим значение нашим переменным. User text. User text равно document. GetElementById. И здесь пишем текст... Ну, точнее, user text. То есть здесь вот в скобках мы прописываем название нашего id. Ну и тут также оставим потом value. Value. И закрываем... Так. Просто value. И закрываем это все точкой запятой. Туда value должно быть с маленькой буквы. И почти такую же строку прописываем для text1. Только здесь мы меняем, во-первых, название переменных. Название id. А также убираем value. Потому что... То есть нам value нужно, чтобы мы как бы брали информацию от пользователя. Но здесь у меня text1. Это просто текст, который будет отображать то, что ввел пользователь. Поэтому мне это не нужно. И теперь давайте наконец-то напишем то, что будет... Напишем строчку кода, которая будет переделывать текст, заголовок h1, вот этот вот, в то, что ввел пользователь. Здесь пишем text1.textContent. И textContent будет равен userText. UserText. Готово. Теперь сохраним два кода, сочетаем клавишу Ctrl-S. И теперь давайте запустим наш файл. Чтобы это сделать, нам нужно скачать расширение LiveServer. LiveServer создаст локальный сервер на нашем компьютере. Сочетаем клавишу Ctrl-Shift-P. Мы откроем вот такую вот консоль и пишем Open with LiveServer. Вот у меня загрузился мой сайтик. Здесь пишем, например, VF. И у нас вот отображается VF. Так мы можем делать хоть до бесконечности. Но что, если я хочу брать от пользователя именно числа? То есть только числа. Чтобы это сделать, мы должны переделать строку в число. То есть сейчас то, что выйдет пользователь, это строка. То есть 32 это сейчас не число, а строка. Если я захочу, например, добавить пятерку, то это будет выглядеть так. То есть 32, 5. То есть 325, а не 37. Поэтому давайте вернемся в файл main.js. Вот это вот пока можно удалить. И здесь напишем, например, Result. Результат. Создаем еще одну переменную. Я забыл написать letResult. LetResult равно number. И в скобках пишем UserText. UserText. То есть мы переделаем то, что вводит пользователь в число. Давайте теперь напишем Text. А не, давайте создадим еще одну переменную. Она будет называться Result. Result1. И letResult1 равно Result умноженное на 3, например. Вы можете написать вообще все, что угодно. То есть сейчас мы умножим число, которое вводит пользователь, на 3. Напишем, например, 3. И у нас ничего не работает. Давайте посмотрим, что у нас неправильно. А, ну да, точно. Я забыл написать Text1. TextContent. TextContent равно Result1. Также везде пишем точку запятой. У нас код и так будет работать, если мы не поставим точку запятой. Но так как бы более принято, а так писать правильно. Опять открываем наш сайт. На этот раз пишем 3. И как можно заметить, у нас выводится 9. Но если мы, например, напишем какой-то текст, то у нас просто напишет None. Но я хочу, например, писать вместо None то, что введите числа, а не буквы. Поэтому, чтобы это сделать, мы вернемся в Main.js. Вот эту строку можно удалить. Хотя нет, давайте нажмем Ctrl-X. Просто вырежем эти строки. И теперь нам нужно написать логические операторы. Здесь пишем из None. То есть, если то, что вводит пользователь, это не число. Выводить, например, введите строку, а не, точнее, введите числа, а не строки. Пишем текст 1. Здесь опять текст контент. И текст контент у нас будет print numbers not words. Готово. И теперь пишем else. И если пользователь ввел все-таки числа, а не буквы, то мы должны писать следующее. То, что мы написали до этого. То есть, умножить на 3 и выводить результат на HTML-сайт. Давайте напишем me. Просто пишет нам print numbers not words. Если мы напишем 4, то нам вывезет 12. Ну, и такой вот у нас сайт. Ну, и на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok